Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о нападении на полицейских в Нижнекамске. Ставшие свидетелями происшествия коллеги задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1999 года рождения, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении. Неизвестный мужчина нанес двум стражам порядка несколько ножевых ранений. Покажем молодого человека, который в полночь ждал автобуса и пытался убежать от полицейских, которые обратили на него внимание. В парке возле остановки. Ждал автобуса. В 12 часов ночи? Да. А также шаг под колеса грузовика. Мужчина скончался через 2 часа после попытки перейти дорогу в неположенном месте. И последствия проезда на красный свет на улице Чистопольская в Казани. Очень стыдно. Неохотно ничего бояться. Это и не только. Прямо сейчас. Уголовное дело по статье посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено по факту нападения на двух полицейских в Нижнекамске. Сегодня в 14 часов 20 минут на парковке у МВД России по Нижнекамскому району неизвестный мужчина напал на стражей порядка и нанес им несколько ударов ножом. Ставшие свидетелями происшествия коллеги задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1999 года рождения, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении. В настоящее время пострадавшие сотрудники госпитализированы в тяжелом состоянии. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Тело 57-летнего мужчины обнаружили в одном из домов в казанском поселке Аки. На теле обнаружены явные признаки насильственной смерти, множественные ушибы, гематомы в области головы. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на месте преступления. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 33-летний сын потерпевшего. В настоящее время следствием установлено, что между находившимися в состоянии алкогольного опьянения родственниками на почве личных неприятных отношений произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой подозреваемый нанес отцу множественные удары в область головы. В последующем, обнаружив, что тот скончался, мужчина обратился в экстренную службу, сообщив о его произошедшем. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозрение вызвало у стражи порядка молодой человек, который ночью на улице Зорге, увидев полицейских, стал от них убегать. Предположив, что это совсем не случайность, и ему есть что скрывать, сотрудники патрульно-постовой службы догнали беглеца. Тогда и стало понятно, что же заставило мужчину вспомнить про легкую атлетику. В тот момент их взгляды пересеклись. Полицейским показалось странным ожидание автобуса в это время. До появления первого общественного транспорта несколько часов. Молодому человеку не понравилось внимание стражей порядка, и он рванул в противоположную от них сторону. Запрещенных веществ, уверяет молодой человек, он не употребляет, скрывать ему нечего. А свое бегство от стражи порядка объясняет просто, на всякий случай. Впрочем, полицейские в этом усомнились и заподозрили молодого человека в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен сверток, обмотанный изолентой с неизвестным веществом, которое направлено на экспертизу. После получения результатов исследования будет понятно, что за вещество было при себе у задержанного и его масса. И уже исходя из этого будет приниматься процессуальное решение. Альяха Ирудинова, Дарья Кореева, Вызов 112. 44-летний мужчина пытался скрыться в Ижевске после того, как похитил у одного из жителей Казани мобильный телефон. И барсетку с личными вещами. А из квартиры 21-летней девушки еще два средства связи. Стражи порядка не сомневаются в его виновности в обоих преступлениях. Признался в содеянном и сам мужчина, немало удивившийся, что его все-таки нашли. После присвоения чужого в столице Татарстана он уехал на родину в Ижевске. И до последнего был уверен, что его не найдут. Как он расплачивается чужой банковской картой? В одном из сетевых магазинов зафиксировали камеры видеонаблюдения. Карта принадлежит 42-летнему мужчине. Лишился он ее вместе с барсеткой и мобильным телефоном. В подъезде одного из домов в авиастроительном районе Казани сразу обратился в полицию. Он рассказал, что находясь в подъезде одного из жилых домов по улице Кашевого, неизвестный открыто похитил из его рук мобильный телефон и барсетку с личными вещами. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 9 тысяч рублей. На след подозреваемого оперативники вышли в самые кратчайшие сроки. Они установили, что к преступлению может быть причастен 44-летний мужчина, житель Удмуртии, который раньше был неоднократно судим за кражи, грабежи и причинение вреда здоровью. Его задержали в Ижевске и доставили в Казань. В ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность к квартирной краже, совершенной в этот же день. Злоумышленник проник в незапертую квартиру в авиастроительном районе и похитил два мобильных телефона. Заявление об этом в полицию поступило 21-летней жительнице города. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях подозреваемый признал полностью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям. Грабеж и кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Вероника Гайнудинова, Вызов 112. 56-летний мужчина скончался после того, как решил перейти Мамандышский тракт рядом с выездом из Казани в непредусмотренном для этого месте. Он стал перебегать дорогу прямо перед Газелью, которая ехала в сторону Пестричинского района. 33-летний водитель пытался избежать наезда, свернул в правую полосу, чтобы объехать человека. Но пешеход не стал останавливаться и побежал к обочине, как раз под автомобиль. Удар был очень сильный. К моменту приезда медиков пострадавший был жив, его госпитализировали. Впрочем, врачи были бессильны, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. По всей вероятности, по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело. Далее будет устанавливаться, нарушил ли водитель Газели скоростной режим и есть ли в случившемся его вина. Выясняются обстоятельства и смертельного наезда в Арском районе на подъезде к городу Киров. 30-летний водитель фургона по предварительной версии не выбрал безопасную скорость и сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Ну а в Казани 45-летний водитель Пежо потерял сознание после столкновения с Митсубиси и Лансер на перекрестке улиц Чистопольска и Бичурина. Как произошла авария, он вспомнить не смог. А 25-летний водитель Митсубиси, в свою очередь, взял всю вину за произошедшее на себя. Очень стыдно, неохотно ничего говорить. Он сразу признал свою вину и не стал ничего скрывать. Я поехал на трассу. Зачем? Под дурьстом. Откуда на пустом перекрестке вдруг появился Пежо, не помнит, но уверен, что впереди него легковушка не двигалась. Я плохо помню, вроде как он вот тут разворачивался. Не помнит обстоятельства аварии водитель Пежо. Рассказывает, двигался по улице Бичурина. На перекрестке стал поворачивать налево, на Чистопольскую. Очнулся спустя время. Потом понял, что потерял сознание. А выйдя из машины, осознал, почему. Загорелся, все, все остановились, поехал. Там битя. Я вообще даже его не видел. Я отмечился с утра. Помощь медиков потребовалась водителю Пежо. Его осмотрели на месте, но от госпитализации мужчина отказался. Врачи что сказали, не надо в больнице? Надо, ну что куда я с машиной? Автоинспекторы также пришли к выводу, что виноват в аварии водитель Митсубиши. И если владельцу Пежо ущерб должна возместить страховая компания, то виновнику аварии восстанавливать автомобиль предстоит за свой счет. Раня Абдрахманова, Дарья Кореева. Вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова